Давайте, пожалуйста, если кто захочет, что прочитать, одна из самых-самых первых книжек для школьников называется «Числа и фигуры». Авторы – Радимахер и Теплиц. Это замечательные математики, профессиональные, замечательные математики, которые написали книжку, ориентированную для нематематиков. Дело в том, что сама идея, что имеет смысл заниматься с большим количеством непрофессиональных математиков какими-то разумными математическими задачами, она ведь возникла довольно недавно, то есть где-то с конца 19 века. До этого такой вот массовой культуры преподавания не было, и идея была такая, что в школе учат счёту, ну, каким-то таким алгебраически простейшим операциям. Я сказал «Радимахер и Теплиц». Книжка эта состоит из отдельных главок. В каждой главке доказывается своя специальная теорема. Сейчас она уже не настолько интересна, как она была интересна в моменте своего появления, потому что тогда она была чуть не единственной. Но она по-прежнему хорошая, потому что авторы профессиональной математики, поэтому они что-то за глупости не писали. Она вполне разумная книжка, и, в общем, я её советую почитать, многое вы там поймёте. Так вот, самая первая глава – это в точности рассказ о доказательстве теоремы Эйлера вот тем методам, которые я ещё тут рассказывал. Понятно, да? Я это узнал оттуда и вам рассказывал. Доказательство в некотором смысле смешное. Пожалуйста, очень внимательно слушаем. Сейчас всё вытручу. Вот нам дали граф, в котором, как тут написано, ноль или две вершины нечётной степени и которые связаны. Представили? Представили. Отлично. Так вот, я сейчас начну в некотором смысле выращивать этот самый маршрут. Игра может быть очень большим. Я возьму столько разных красок, сколько у него рёбра. То есть, молодой человек, я сейчас говорю медленно, вы играете в телефон. В какой-то момент вы, ну, хорошо, с этой книжкой играете, мне не важно с чем, важно, что вы сейчас меня не слушаете. Потому что сейчас вы меня не слушаете, потому что я говорю слишком просто. Через несколько секунд вы потеряете нить моего рассказа и не будете меня слушать, потому что уже слишком сложно. Понятно, да, проблема? Это вечная проблема на лекции. Приходишь на лекцию, сначала всё легко, легко, легко. А, фигня, можно не слушать, мне интересно, всё легко. Отвлёкся, после этого обращаешь внимание и уже ничего не понимаешь. Ну и дальше, может, уже не слушать, потому что ничего не понимаешь. Итак, я призываю вас, сейчас полное внимание. Возьмём столько красок, сколько ребра. Взяли? Каждое ребро покрасим в свою краску. Ммм. И поставим там стрелочку. Ребру можно пройти. Вы согласны, что пока ребро одно, его можно нарисовать, неотрывая руку одну. Конечно. Прекрасно. Но пока, правда, не один маршрут. У Эйлера-то обещает, что будет один маршрут. Пока этих маршрутов столько-столько ребер. А вот дальше давайте будем сращивать эти самые маршруты. сращиваем в следующем области. Представьте себе, что у нас уже есть какого-то цвета ребро. И другое ребро. Да, кстати, стрелочка, в смысле что-то маршруты. Можно пройти по обратную сторону, да? И какое-то другое ребро. Хотите с такой следующее, хотите с такой, неважно. Важно следующее, что вы можете это все превратить в один маршрут. Согласны? Да. Согласна. То есть, у вас здесь вот есть концевые две точки, и здесь есть концевые две точки. Так вот, если конец один из двух концов одного маршрута совпал с одним из двух концов другого, то вы тогда можете превратить это в один маршрут. Так? И вот давайте-ка это сделаем, что дать пока можно. Вот, ну, при этом уже у нас стало не одно ребро, а сколько? Два. Два. А потом, может быть, там еще было что-то, и превращается в такой длинный. Правильно? Да. А может быть, мы походили, 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 и смотрите, что получилось. И получился кто? Цикл. И так будем делать. Если цикл, то просто-напросто мы запоминаем, что у этого цикла начальная и конечная точка, на самом деле, любая из них, да, можно начать с любой, когда по кругу идет, что неважно, где конец, где начало. Так, отлично. Но на этом еще не заканчивается. Если у нас, представьте себе, есть какой-то такой цикл, и какой-нибудь маршрут, который, ну вот, имеет с этим циклом хоть одну общую точку. Представили? Вот есть цикл и есть такой маршрут. Что мы можем тогда сделать? Замечательная вещь. Мы можем дойти сюда, пройти по циклу, и вернуться обратно сюда. Нет, не надо превозвращаться в чем. И пройти сюда. То есть, эту краску целиком убираем, и вот этой краской красим и эту тоже. И все равно все будет хорошо. Понятно или непонятно? Понятно. Потому что, когда вы проходите цикл, то возвращаете ту же точку, и дальше продолжаете вашу. Хорошо? А если есть два цикла, и они вдруг случайно имеют одну и несколько точек. Вот так вот, одну точку имеют, или могут иметь несколько точек. Скажите, пожалуйста, в таком случае, вот если мы умеем обходить один, и умеем обходить другой, мы сможем обойти все? Берем из этой точки, обходим этот, и потом обходим этот. Понятно? Таким образом, мы замечаем, что у нас есть процедура, которая уменьшает количество красок. То есть, если у нас есть два пересекающихся маршрута, один из которых цикл, то мы уменьшаем количество красок. Так? Так. Если у нас есть два маршрута, нет цикла, но у них одна из конечных точек совпадает, то тогда мы их объединяем в один. Согласны? Да. И так будем делать, пока можно. У нас вообще-то красок при этом все время становится все меньше и меньше. Граф был конечный, то есть красок было конечное число. Значит, в какой-то момент что произойдет? Они закончатся. Они закончатся. В какой-то момент они закончатся, процедура закончится. А теперь давайте думать, что произойдет в момент, когда наша процедура закончилась. Смотрите. Смотрите. Пусть у нас, например, в графе была решена ничего не степени. Да? И была другая вершина четной степени. А все остальные вершины были такие? Четные. Были четной степени. Скажите, пожалуйста, может ли какая-то из наших штучек выглядеть вот так? Начинается вершине четной степени и заканчивается вершине четной степени. Да нет, конечно. Нет. Если она четной степени, значит, отсюда, даже если она несколько раз прошла через эту точку, могло же быть так, что она началась, потом так прошла, потом через эту точку еще несколько раз прошла, все равно, сколько раз не проходи, не исчерпаешь четное число. Правильно? значит, получится, что отсюда обязательно еще что-то выходит. Нет, будет в полцвета. А мы тогда вот этот цвет и тот цвет что сделаем? Объединим в один. Дошло? Да. Значит, не может маршрут начаться в вершине четной степени. Слушайте, как интересно. А если он не может начаться в вершине четной степени, значит, где он начинается? Ничего, с нечетной. А где он заканчивается? С нечетной. С нечетной. То есть получается, что наш маршрут обязательно, если у него есть настоящий начало и конец разный, то начинается здесь, а заканчивается здесь. Так? Да. Хорошо. Ну и приеду заветить вас. Такой маршрут должен быть. Потому что только проходящими ничетное число не исчерпаешь. Значит, обязательно есть маршрут, который начинается здесь, как-то там ходит, 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 заканчивается здесь. И никакого другого маршрута, который начинается в другом месте, и заканчивается, нет. Да? Да. Так, единственное, я про что забыл сказать. А как дело с циклами? А может так быть, что где-нибудь есть какой-нибудь цикл? Вот так вот. Отдельный цикл. Это ничего не мешает с точки зрения того, где начинается и заканчивается. Потому что в цикле все равно ребят, а вот это мешает и связанность графа. Дело в том, что вообще-то если вы выбросите из всего графа вот эти ребра, то вы получите граф, в котором степени всех решений четные. Так? Так. Он, по идее, вбивается на циклы. Но если какие-то два цикла пересекаются, то что то мы их можем объединить. Да, можем. И поэтому мы можем взять и к этому циклу добавлять все другие циклы, которые его пересекают. И это будет один и тот же цвет. Но если мы при этом никогда не пересечем вот это, то мы получим отдельную компоненту связанности. Да. А граф у нас что? Связан. Связан. Написано в условии теорем. Не может быть, что где-то там отдельно живут циклы и не пересекаются с этим маршрутом. Ну все, я доказал. Генера. А? Генера. Поняли? Да. Ага. Еще раз. Я не знаю, какое рассуждение лучше то, которое первое доказательство, которое такое более, если он называется, берем дебро и смотрим, можно прокомментировать, или нет. или вот это. Потому что это доказательство, оно такое более абстрактное. Хотя, с другой стороны, господа, мне кажется, что идея вот этого в чем-то даже понятина. То есть, мы просто смотрим, как они соединяются друг с другом. Все все поняли? Да. Все поняли. Хорошо. Хорошо.